Вы сначала представляете, как вы не все горожане вас знают. Украина занимает первое место в мире по детскому пьянству, наркомании, алкоголизму. Честно, мы уже не спрашиваем. Мы уже не спрашиваем, знаете ли вы, что у нас в Николаеве вымирает каждый день 2-3 человека от спида. Знаете ли вы о том, что каждый месяц у нас 150-200 человек регистрируются, больные и личные. Да, я хочу сказать, что это их личные горы, но у меня все это большая социальная беда, потому что они находятся в социуме и в процессе поиска средств на свои так называемые дозы и в процессе других поисков они сокращают или отравляют жизнь близким и просто окружающим людям. Вот это тоже нужно работать. Мы сейчас спрашиваем, что брат нашего преподавателя получил деньги в автомате, отошел и его убили. И за такую сумму убивать могут только наркоманы, потому что им, как ли, запечет. Да, они вообще даже без денег убивают. Они просто убивают. Ну, вообще, честно, мы даже это уже не спрашиваем. А что же вы спрашиваете? Мы спрашиваем, что делать? Давайте на Украинском море. Я думаю, я очень, я хочу восстановить вас. Завиди, когда возникает какая-то проблема, особенно остро-социальная, возникает вопрос, что делать. Это вопрос вечное. Помните, что Герцена? Ну, да, я вспомнил. И Шевского. Кто виноват? Что делать? Ну, кто виноват? Мне не спрашивают. Не, 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 не. Боже, упаси. Потому что, если мы начнем выясняться, кто виноват, то это мы уйдем на долгие годы. Что делать? Ну, по-перше, начать с того, чтобы провести, как звучит дивно, инвентаризацию людей, которые наркоманы, мы обосклили до этой справки. Разрешите доложить? Так. 4 тысячи. Плюс-минус там зарегистрировано. Николаев. Зарегистрировано. Другой. Насколько вы умножаете? Милиционеры умножают на 8 тысяч? Мама не только колькість, а мова про те, чтобы размежевать эту колькість за категориями. По каким категориям? Социальные, статтеры. Про значение? А что, то интересно, какие вы такие, как людина... Разные, разные. Вот честно слово. Систематизации не понимаете? Не разные. Это может быть и очень обеспеченный человек. С обеспеченной семьей у него может быть сын-наркоман, которую воспитывали все время, с которым занимались. А может быть убрыл? У будь-якой деятельности есть мотив. А навещу? Навещу их... Нет, может, это и вам, как доктору подавеченных наук, это и потребно? Потому что, когда мы будем знать мотив, мы будем знать, как с этой людиной працювати, чтобы она вышла из всей беды. Можливо. А вы знаете, я вам хочу сказать, что... Ну, как бы, это уже мое мнение, как активиста движения родителей против наркотиков, как человека, который знает, что жить в одном доме с наркоманами, с алкоголиками... Мотивы там их нет. Я что-то мысль свою потерял. Что вы сказали? Мотивация, мотивация... Мотивация, это уже без разницы нам. Нам главное... Вот мне уже, допустим, я уже знаю, сына уже спасти будет сложно. Ну, очень сложно. А вот сможем ли мы спасти тех деток, которым сегодня по 10, по 12... Я сыну единственное благодарность, что он мне дал работу. У меня закончился... Ну, приостановился процесс с журналом «Горожанин». И приостановился, как бы. Год назад я уже мало находил людей, которые говорили, что сегодня так хорошо мы живем. Ну, в принципе, нашего журнала, что вы знаете, да? Да. Я был в этом кабинете. Ну, а чем кабинете? По-моему, это была пихота. Да. Ну, это была на другой. Вот точно такой же кабинет. Я вспоминаю. Поэтому, я думаю, что уже нам поздно выяснять. Мы не успеем просто. Вот смотри, еще как бы, и я замолкаю. Анатолий Люцианович, Анатолий Люцианович, я еще не нашел ни одной группы вузах. Разные вузы. Я не делал какую-то такую серьезную выборку там. А просто вот так спрашивал у ребят. Я еще не нашел ни одной группы, где бы в группе половина группы не пила, не курила. Может быть, мы в вашем вузе не найдем такую группу? Не вопрос. Потому что наркотики для нас, это прежде всего, ну, для нас, для активистов движения против наркотиков, это прежде всего пиво, сигареты. А особенно самый страшный наркотик, это слабоалкогольные напитки, которые начинают пить с 12, с 11 лет, покупают в спокойных магазинах. А властные наркотики? То уже смерть, то уже конечная остановка. Вас интересует профилактика? Меня интересует, что делать. Что делать, не успеем ли мне что-то сделать. После ненитаризации, это нужно взять до уваги святой опыт, что они делают, чтобы мы тут не занимались ходом велосипеда. И третье, это абсолютно широкая гласность, не просто, я не имею в виду, что говорить по названиям, кто из них наркоман, какая семья. Нет, я имею в виду, гласность того, что происходит с организмом. Я вам скажу, интересный случай. Я общался с человеком, которая 35 лет провела в местах, по названию Луги. Ну, так вышло, что мы встретились в поездке. И он сказал такую фразу. Он сказал, что не имеет больше насолоды, чем наркотический статус. И однажды он врагу не желает быть наркоманом, принимать наркотики. И потом я сказал, а в чем же насолода? Потому что он сказал, что он этим занимался, а потом он ушел из этого. А в чем же насолода? Ну, вот уяви, я, каже, в этом состоянии могу себе уявить, что, и это я дословно скажу, что я в гареме султан. И я выбираю себе, кого хочу, сколько хочу и так далее. То есть, это одна страна. Другая, я говорил с лекарями и пытался объяснить, в чем феномен шуткого старения организма. Выясняется, что у нас происходит активизация клетин мозга. И из-за их неправильного виснажения. И поэтому за одну годину он может, образно говоря, проживаться 3 до 5 и 3 недели. Здесь и вся згубная дея наркотика, физичная згубная дея. Я могу сказать и повторить то, что я уже сказал. Есть такое понятие, как особистая беда этого наркомана. И есть беда, которая связана с его работой, беда близких и беда всего общества. Потому что, если мы сегодня знаем, что в России, на которую мы иногда хотим сравниваться, припадает в среднем 20 литров спирта на человека. То если кого-то коди тянет эта справа, то это одна вещь. Но это очень большая беда социальная. И в правде, человек начинает все делать из чего? Как мало, потому что ей интересно. Как он сказал, это любопытство. Закурить интересно. Интересно, интересно, выпить. Можно я вас тут немножко перебью? Честно, не стал бы перебивать? Не, 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 не стал бы перебивать, честно. Не, вы как раз подошли к главному вопросу. Да, и то количество этих страшных наркотиков. Ну, и вы же помните, да, я наливаю, что пиво, теореты, водка, все. Вы же согласитесь со мной, что это все наркотики? Не все соглашаются. Врачи, кстати, не соглашаются. Врачи на уровне МОЗа там. Тут треба вырешивать характер вплива на организм. Ну, зависимость от них есть. Зависимость есть. Игровые автоматы, наркотик, компьютер, наркотик. В том состоянии, я вот знаю детей, которые... Но мы не должны плутать залежность, будь-якую залежность, психическую залежность и с наркотической залежностью, потому что мы тогда не справимся с наркотической залежностью. Ну, пиво, вы согласитесь со мной, что это наркотик? С правом в том, что у людей есть определенный ген алкоголизма, можно сказать. Не все это знают. И один, может, пить щодня и... Ну, больше этого не знаем. Я этого не знал. Я этого недавно узнал. Да. А я людина, яка выпьет 50 грамм, и ей завтра уже треба 100. Мне, например, завтра уже треба будет 10 грамм. После 50... Просто для того, чтобы вывести, расчинить церковь, вывести заранее. Вы таки похмеляетесь утром. Потому что я уже не могу вообще... Я кефир, я лежу, говорю, ай, как мятеж...